7 вечера в Киеве. Здравствуйте, это новости на ЮЭй ТВ в студии Наталья Гаврилова. Ликвидация и объединение министерств. Такими были первые решения нового правительства. По словам премьера Алексея Гончарука, чем меньше органов власти, тем проще организовать работу. Бумажные документы заменят на цифровые уже до 1 октября, сказал Гончарук. Кроме того, премьер отметил, правоохранители не должны вмешиваться в работу бизнеса и поэтому в полиции упразднили экономическое подразделение. Мы ликвидировали экономическую часть национальной полиции. Больше полицейский не должен вмешиваться в деятельность бизнеса. Это только первый шаг. Понятно, что этого недостаточно, но этот шаг символический. То есть фактически то подразделение, которое занималось экономическими вопросами, войдет в историю. Завтра парламент рассмотрит законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Кроме него в повестке дня еще 7 документов. После рассмотрения их направят в Конституционный суд. Об этом шла речь сегодня на Согласительном Совете Верховной Рады. На этой неделе депутаты проведут только одно пленарное заседание 3 сентября. Остальное время будут работать в комитетах. В новом созыве парламента уже зарегистрировано более 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом как неотложные. Какая позиция у нашей политической силы? Во-первых, мы хотим работать конструктивно. Во-вторых, очень важно не только количество законопроектов, а их качество. Третье, все законы должны проходить экспертизу на соответствие праву ЕС. Также нужно учитывать рекомендации Венецианской комиссии. И Конституции нужны изменения, в том числе независимость антикоррупционных институций. Тот запрос, который есть, и те ожидания украинцев о необходимости принятия такого решения, очевидны. 363 народных депутата поддержали этот законопроект. И я надеюсь, что завтра они тоже поддержат эту инициативу. Масштабный пожар на судне у побережья США. 34 пассажира пропали без вести. Инцидент произошел у округа Вентура в штате Калифорния. 23-метровый катер загорелся около 5 утра по местному времени. На место выехали пожарные и береговая охрана. Четырем членам экипажа удалось спастись. Эвакуация продолжается. О причинах пожара пока неизвестно. День знаний в украинских школах стал полем для реформ. Уходит в прошлое торжественность и пафос. Некоторые украинские школы уже отказались от традиционных линеек. С этого года учебные заведения могут не только самостоятельно выбирать формат праздника, но и решать, отмечать ли вообще 1 сентября. Отмененный традиционный дресс-код – школьная форма. Как школы использовали право выбора – смотрите в сюжете. В Кедах и на велосипеде ученики одной из киевских школ решили отметить начало учебного года в парке. В заведении уже три года нет стандартных линеек. Инициаторами изменений стали сами ученики. Кому бы понравилось стоять под солнцем, в жаре, с вот этими бантами белыми, в форме, чем на природе, наоборот, круче так. Я лично считаю, что это очень классно, потому что даже много новеньких приходит. Они становятся в линейке, волнуются, ни с кем не разговаривают. А здесь сразу начинается командная работа, и они быстрее ознакомятся, вливаются в коллектив. Руководство школы идею поддержало новой традицией. В начале учебного года стал велоквест. Это уже традиционный праздник. Дети его очень любят. Вообще мир меняется очень быстро. Поэтому мы, взрослые, должны так же меняться и быть современными, чтобы быть ближе к детям. А в этой киевской школе формат праздника изменили не так кардинально. Несколько минут на традиционные торжества все же выделили. Но сразу после ученики отправились на интерактивные уроки, квест и знакомство со школьными кружками, которых здесь почти 50. Мы вообще думали ничего не проводить сегодня. Хотели отправить детей на бесплатные экскурсии. Но хотелось бы, чтобы они увидели друг друга. Потому что увидеть друг друга – это сильно и это круто. Новшества понемногу подхватывают и в регионах. В одной из школ в Днепре организовали патриотический флешмоб. Всех учеников, а это более 800 человек, попросили принести листы картона синего и желтого цветов, чтобы образовать огромный флаг Украины. Это было сюрпризом для всех, потому что об этом не знал никто. Учителя, конечно, получили установки, чтобы они имели с собой синие и желтые листы и были готовы к подвижным движениям. Поэтому сюрприз это был для всех. И для родителей, и для детей, и для учителей. Новые форматы, последствия, реформы образования. Ее начали внедрять год назад. Главная цель – создать школу, куда дети будут ходить с удовольствием. Тамара Каноненко, Наталья Чикатун, Наталья Гусак, UATV. Первый в мире ноутбук, уникальный Apple II и игровая приставка Sega. Все это можно увидеть в Харьковском музее программного обеспечения и компьютеров. Создали его трое друзей за собственные средства. С посетителей денег не берут. В преддверии нового учебного года в музее открыли классы для пользователей старше 40. Подробнее Наталья Белокудря. Артемий Ткаченко – экскурсовод Музея программного обеспечения и компьютеров. Начинает рассказ с демонстрации первого персонального компьютера Apple II, который изменил мир. В 1977 году, 1 апреля, была создана компания Apple. Ее создали два друга. Они закончили Информационно-технологический колледж в Калифорнии. Их звали Стив Джобс, как все знают, и Стив Возник. Такой компьютер сегодня стоит порядка 2000 долларов. А 40 лет назад двум американцам пришлось доказывать, что за монитором, зашитым в пластик – будущее. Харьковчане представили коллекцию три года назад. Вдохновились посещением Калифорнийского музея компьютерной истории. Сейчас в Харьковском более 600 экспонатов. Сейчас это коллекция из всех стран мира – из Америки, Англии, Австралии и так далее. И понимаете, каждый экспонат – это история. Вот, например, этот компьютер стоил, как две или три трехкомнатные квартиры в Киеве. Истории, связанные с экспонатами, вдохновили волонтеров и основателей музея открыть компьютерные курсы. 90-летнюю Галину Слинько привела на обучение любовь к вышивке. После курсов шитья с подружками зашла в музей и записалась на уроки компьютерной грамотности. Галина Захаровна снова села за парту, завела конспекты, прослушала лекции и даже сдала экзамены. Сейчас она продвинутый пользователь компьютера. То, что мне сегодня на компьютере надо, программы, допустим, Word, Excel, Chrome и социальные сети. Ну, в общем, то, что мне на компьютере надо, я могу этим с удовольствием владеть. Потому что моя дочка терпеть не может компьютер и к нему не подходит. Галину Захаровну так захватили технологии, что она пошла дальше и попросила обучить ее копирайту. Попробовала даже писать статьи, но ей не понравились гонорары. Одно из последних увлечений женщины – пополнение музыкальной коллекции в телефоне. Будете запекивать? Да. Держитесь. Лично я с помощью музыкальных ботов закачала себе целый ряд песен и лирических, и хулиганских, и классических. И сидя где-нибудь на бережку, где нет совершенно интернета, я с удовольствием эти песни слушаю. Медсестра Светлана Кайда пришла на курсы для работы. Запись на прием к врачу в электронном виде. Но Светлана не могла признаться руководству, что с компьютером на «вы». Вот верите, не могла ни скопировать, ни могла ни переслать. Все было настолько примитивно, что я умела. Моя дочь пришла, а я ее все время просила. Полтора месяца упорного труда, экзамены и заветный сертификат. Сегодня уже мама дает советы дочери-студентке. Она пришла такая восторженная, думаю, ну наконец-то, мама теперь будет вообще все знать, я ей ничего не буду показывать. Даже она мне показывала разные фишечки, которые даже я не знала. В сентябре за парты в компьютерном классе сядут новые ученики, старше 40 лет. Также в этом году планируют открыть мини-школу для самых маленьких и учебный центр с лекциями и мастерскими. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, UATV. В Киеве начался тренировочный сбор украинских футболистов. Это подготовка к отборочному турниру чемпионата Европы 2020. О последних новостях по составу сборной мы узнаем у корреспондента UATV Олега Шумейко. Олег, добрый вечер. Кто прибыл на сборы и что интересного происходит? Добрый вечер, Наталья. Центральная, главная футбольная центральная арена Украины, главная футбольная сборная страны. Сегодня начали подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года против сборной Литвы. Сборная Литва – это аутсайдер в нашей группе, где сборная Украины является на сегодняшний день лидером. После четырех матчей у сборной Украины 10 очков, у Литвы всего-навсего 1 очко. На сбор прибыли все 25 футболистов, которых вызвал Андрей Николаевич Шевченко. Среди них на сегодняшний день нет Евгения Коноплянки, который решает свои вопросы по переходу в один из клубов, где он продолжит карьеру. Теоретически это может стать донецкий шахтер. Также мы видим, что некоторые футболисты в тренировочном процессе сегодня участия не принимают. Это, например, вратарь Денис Бойко, это вратарь киевского «Динамо». Он смотрит за событиями, которые происходят на поле со стороны. Но главная задача на предстоящий поединок – это все-таки результат. Результат, который позволит сборной Украины выйти в финал чемпионата Европы. И о том, какая цель на этот поединок, и вообще какая цель у сборной Украины на предстоящий матч, предлагаю послушать Андрея Шевченко. Перед командой была поставлена задача, значит, завоевать то место, которое позволяет возможность попасть на чемпионат Европы. Поэтому это главная задача для нас, и мы над ней работаем, чтобы достичь ее. Работает тренерский состав, федерация, работает вся команда. Моя задача – подготовить команду, чтобы она показывала не только результат, но еще качественный футбол. Ну, будем надеяться, что качественный футбол сборная Украины покажет в ближайший матч, который состоится 7-го числа в Вильнюсе. На сам поединок сборная Украины отправится из Киева 5-го числа. Также скажу, что 10-го сентября сборная Украины проведет в Днепре товарищеский матч против сборной Нигерии. На этом у меня все. Студия. Спасибо большое, Олег. Олег Шумейко рассказал нам о том, как украинские футболисты готовятся к отборочному турниру на чемпионат Европы и не упускают из фокуса, внимание, свою цель пройти на чемпионат. Больше интересных новостей есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. На этом у меня все. Не пропустите наш итоговый выпуск дня в 21.00. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова